Праздник Духа Святого Солнце жарко Если бы мне предоставили возможность сказать только пять слов Знаете, какие я бы сказал? Исполнилось время, приблизилось Царствие Божие Если бы мне сказали, нет, пять слов это сильно много Скажи три слова Как вы думаете, какие слова я бы сказал? Вначале было слово Вначале было слово Если бы и это показалось много Мне сказали бы, нет, только одно слово скажи Одно Иисус Иисус Все В этом имени наше спасение В этом имени наше счастье В этом имени ключ Ко входу в Царство Небесное Давайте вспомним, что было О чем уже говорил Иван Петрович Деяние святых апостолов, вторая глава При наступлении Дня Пятидесятницы Все они были единодушны вместе И внезапно сделался шум с неба Как бы от несущегося сильного ветра И наполнил весь дом, где они находились И явились им разделяющиеся языки Как бы огненные И почили по одному На каждом из них И исполнились все Духа Святого И начали говорить На иных языках Как Дух Давал им Провещевать Вот это событие Мы вспоминаем сегодня Я хотел бы Сосредоточить внимание на двух словах Из того, что вы слышали Начали Говорить Начало Церкви День рождения Церкви Как общество Божие Как института Учреждения Божественного Как организации Как движения Называйте как хотите Это семья Детей Божьих Началась она С двенадцати апостолов Которые были единодушны вместе И сделался как бы Вот шум Как бы от несущегося ветра Как бы Обратите внимание Затем повторяется слово Как бы Огненные Разделяющиеся Как бы Что это значит Это значит Что объяснить Человеческим языком Невозможно Это сверхъестественное явление Особое Которое привлекло внимание Многих слушателей Сотен Тысяч Слушателей И начали говорить И люди удивлялись Как они слышат Своё наречие Что это за чудо Это чудо рождения Друзья Это начало Начало великого И тайного И славного Которое происходит На земле По сей день Мы свидетели Мы участники этого Вот мы собрались На этот праздник Вспоминаем этот день Это наш День рождения Неверующие люди Воспринимают Это как шум Но опять Эти христиане Шумят Что-то зелёное Несут в церкви Где-то зажигают Свечи Значит Непонятные действия Это как шум Для христиан Понятно О чём идёт речь Речь идёт Об Иисусе Христе И я хочу напомнить По апостольской традиции Хочу напомнить Слова нашего Господа Иисуса Христа Когда он Во время земной жизни Общался с апостолами И вот уже Перед праздником Пасхи Когда ему оставалось Совсем немного Послушайте Что он сказал Своим ученикам На вечере Истинно Истинно говорю вам Принимающий Того Кого я пошлю Меня принимает А принимающий Меня Принимает Пославшего Меня Принимающий Того Кого я пошлю Меня принимает Иисус послал На эту землю Духа Святого И Дух Святой Наполнил Удивительным Образом Дом Где находились Апостолы Удивительным Образом Исполнил Сердца Учеников Нашего Господа И Спасителя И вы послушайте Чем заканчивает Свою проповедь Апостол Петр Удивительные слова Это вторая глава Он заявил Он заявил Перед всеми Открыто О своей вере О своем Уповании О своем Учителе Вот совсем Недавно Ученики Боялись Иудеев Они были Закрыты В домах Теперь Петр Говорит Твердо Знай Весь дом Израилев Он не боится Смерти Это действие Духа Святого Это Бог Так меняет Сердца Так меняет Мысли Наполняет Человека Совершенно Иным Содержанием Иной силой И апостол Павел Мы читаем Послание Говорит Проповедь моя Не в убедительных Словах Человеческой Мудрости Да Но в явлении Духа И силы В явлении Силы Духа Иван Петрович Уже говорил О том Что Христос Предупредил Своих Последователей Сторонников Что Должно вам родиться Свыше О новом Духовном рождении Вот здесь Произошло Духовное Рождение Апостолов Здесь они Стали другими людьми Они начали Говорить По-другому Мыслить По-другому И действовать По-другому Это начало Церкви На сегодняшний день Уже Число Уверовавших В Иисуса Христа Приближается К половине Населения Земли Это удивительно Друзья Вот такое чудо Произошедшее Две тысячи лет Назад И когда я Собирал мысли К сегодняшней Проповеди Я вспомнил Песню Старую Советскую Песню С чего Начинается Родина Все Все помнят Эту песню Все слышали Да А кто Помнит Чтобы узнать Истинное Ее содержание И значение Авторов Этой песни Не помните Я вам сейчас Напомню Чтобы Понять О чем Собственно Идет речь Вениамин Ефимович Баснер Это композитор Михаил Львович Матусовский Это автор Текста А кто Исполнил Правильно Марк Наумович Барнес Интересно Да Так с чего Начинается Родина А когда Она была Написана К 20-летию Создания Государства Израиль Ну формально Для фильма Щит и меч Значит Вы понимаете Да И послушайте Текст С чего Начинается Родина С картинки В твоем Букваре С хороших И добрых Товарищей Живущих В соседнем дворе А может Она начинается С той Песни Что пела Нам мать С того Что в любых Испытаниях У нас Никому Не отнять Чувствуете О ком речь О каком Народе О каких Испытаниях Ну и Последний Куплет А может Она Начинается Со стука Вагонных Колес Прямой Намек Друзья Чтобы Понять Истинный Смысл Чего Либо Нужно Знать Авторов Нужно Знать Авторов Чтобы Понять Церковь Чтобы Понять Что Она Говорит Почему То или Другое Происходит Нужно Знать Авторов Церкви Кто Создал Церковь Церковь Создал Господь Иисус Христос Я Создам Церковь И врата Ада Не одолеют Сын Сын Моего Одноклассника Хвалился В школе Что он Родился В поезде Да Вот Ну Отличался От всех Все В роддомах Родились Дети Да А он Я родился В поезде Я себе Представляю Он считает Родиной ЖД вокзал Или Или что-то В этом роде Друзья С чего Начинается Наша Родина Земные Мы Временные Мы Приходящие Мы Или У нас Есть Небесная Родина Духовная Или у нас Есть Вечная Родина О которой Мы Поем О которой Мы Вспоминаем Всякий раз Когда собираемся Когда читаем Священное Писание Начали говорить Апостолы О чем мы говорим Себе О чем мы говорим Друг с другом Некоторые Даже во время Богослужения Разговаривают Смысл Наших речей Цель Того О чем Мы говорим Пусть Господь Благословит нас Чтобы мы Понимали О чем идет речь Чтобы мы понимали Для чего Все это Сотворил Господь В заключении Я хочу Сделать Необычное Заявление Оно у нас Согласуется С тем Что сказано В Священном Писании Все что Происходило В мире На нашей Земле Скорбной За последние Две тысячи лет Имеет Прямое Отношение К Церкви Христовой Все что Происходило Либо Из-за Церкви Либо Ради Церкви Либо Для Церкви И этот день Подарил нам Господь Сегодня И эту погоду Замечательную Для славы Своей Для нашего Назидания Для нашего Спасения А те Кто еще Не приняли Иисуса Христа Ведь когда Петр Сказал Твердо Знай Весь Дом Израилев Он ожидал Что может быть Подбегут И будут Его арестовывать Но ему Было не страшно Но Произошло Чудо Петр Увидел Что люди Умилились Сердцами И подошли К апостолам И к Петру И говорят Мужи Братья Что нам Делать Петр Сказал Покайтесь И докрестится Каждый Из вас Во имя Иисуса Христа И получите Дар Святого Духа Друзья Вот что Нужно Делать Программа Подробный Список Последовательность Утверждена Богом Покайтесь И докрестится Каждый Из вас И получите Дар Святого Духа Пусть Господь Благословит Нас Исполнять Это Божье Слово Исполнять Божье Повеление Быть Проводниками Божьего Духа У нас Так часто Плохо Получается Мы так часто Отвлекаемся На стихии Мира Сего На происходящее Вокруг А Бог Сосредотачивает Наше внимание На главном На себе И на церкви И пусть Он в этом Прославится Аминь Давайте помолимся